Я рад вас приветствовать. Вот это открыточка нашей конференции. И буквально очень коротко суть моего доклада. Вот какие библиотеки были, я неоднократно это показывал. Какие они стали в корпорациях. Видите, тут интернет, ноутбути, вай-фай, туда-сюда. И какими они становятся. Они становятся более приятными и пододвинутыми ближе к пользователю. Видите, тут есть и дополнительный сервис, и клумба, и барбекю. И тут тебе и антиквариат продают. Тут тебе и обустроенные удобства. То есть библиотеки поворачиваются лицом к пользователю, к читателю. И под этим, собственно, веянием и проходит вся наша современная работа. Потому что, если мы это делать не будем, читатели от нас уйдут. Они будут пользоваться другими сервисами. Итак, Арбикон 2011 года. Вот это самая свежая карта. Это любимая наша форма представления. Здесь не все организации перечислены, записаны. По крайней мере, вы видите географию. Это абсолютно вся страна. В проектах участвуют и другие страны. У нас подписано более 500 договоров, прямых договоров с ректорами, с министрами и так далее, и так далее. С директорами публичных библиотек. У нас есть 14 консорциумов. И если посчитать ассоциированные, аффилированные еще структуры, которые входят в крупное объединение, это около 5000 организаций. Итак, все начиналось с Пушкинской библиотеки. Вы помните, вот это я взял из презентации 2000 года, когда мы начинали свою деятельность. И это формировалось с задачей, именно так формулировалось, как программа создания единого информационного пространства Библиотек России. Вот это слайд я нашел с конференции Либер, где мы позиционировали российские библиотечные консорции как новая тенденция в европейском информационном пространстве. И реально об этом докладывали, об этих успехах, которые мы получили. Вот из этой же презентации 2004 года, я не буду ее зачитывать, я выделю одну строчечку, мы декларировали участие в проекте «Марс», когда он только-только стал приближаться к «Арбекону», 77 участников, на сегодняшний день, через 6 лет, их 202 участника. Серьезная разница, да? Вместо 700 расписываемых наименований журналов, мы на данный момент имеем около 1800 наименований журналов. Вот такие сдвиги. Итак, вот Галупом по проектам, о них подробно будут рассказывать руководители, которые, вот, я не знаю, Крузихин приехал вообще, сегодня на один день специально, чтобы сделать только этот доклад. Итак, «Марс» очень успешный проект, вовлечено в работу и в использовании ресурса 300 организаций. В проекте работает около 1200 специалистов ежедневно выделенных. Ресурсы проекта составляют 1800 наименований, как я уже сказал. Расписано полтора миллиона статей, это очень существенная величина. Мы потом увидим сравнение с Бельгией, например. И ежемесячное пополнение 21 тысяча высококачественных верифицированных записей национального уровня, там, несколько десятков полей обязательно. Создана там своя лингвистика и так далее, и так далее. И вот вы видите, вот эти отметочки, это география проекта. Вся страна, которая работает в режиме реального времени, в режиме промышленной эксплуатации проекта. Это, впервые мы, пожалуй, показываем статистику работы и веб-серверов, и внутренних информационных систем Арбикона. Впервые это опубликовывается. Вот вы видите, взята вот эта гребенка за последний год. Статистика обращения к сервису Марс. Видите, вот эта пила, это неделя, да? В субботу и воскресенье падение, естественно. Но вы видите, что эта пила неуклонно поднимается. Дальше. Здесь тоже впервые публикуется следующая информация. Мы столь крупный и долго существующий проект, что мы можем делать выводы о перспективности...